Я бы хотела, прежде всего, поприветствовать наших участников от лица проекта, который называется «Честность. Интегрити». Меня зовут Евгения Ким, я являюсь координатором данного проекта. Этот проект появился в феврале 2021 года, где совместно Натербаев-университет и наша группа партнеров хотели создать платформу для студентов вузов и также для учащихся средних школ, как в Казахстане, так и за рубежом, для продвижения идеи честности в академической и профессиональной среде. Еще мы хотим вместе с нашими участниками, чтобы вы, студенты, на любом уровне, магистратура, докторантура, бакалавриат, пусть это будут школьники старших классов школ, общались друг с другом и вместе внедряли инициативу на эту тему. Проект позволяет инициировать ваши идеи, с которыми вы можете к нам обратиться и реализовать на нашей площадке. Мы продвигаем идею честности, как, наверное, больше жизненный принцип, через серию инициатив. Например, весной этого года был первый конкурс на лучшем видео на тему академической честности среди школьников, студентов, вузов на всех уровнях. Это будет ежегодный конкурс. Летом мы провели круглый стол, где также обсудили тему академической честности и профессиональной честности. Это тоже будет ежегодное мероприятие. Мы его будем проводить 1 июня. Сегодня мы запускаем серию информационных сессий вместе с нашими партнерами. И выбор компании Beeline абсолютно не случайен. Компания уделяет большое внимание честности, как одной из своих приоритетных корпоративных ценностей. Как и почему это происходит, расскажут наши коллеги, я бы сказала, даже больше друзья, Саули Ахмед Карым и Ариза Бедолина, которые представляют службу этики и комплайенс. Я бы хотела напомнить, что мы эту сессию записываем и обязательно разместим, как и все остальные сессии на нашем YouTube-канале. Также вы можете задавать вопросы в чате или направить их мне. Всю информацию я тоже размещу в чате. Коллеги обязательно ответят позже. Все контакты, как и анонсы мероприятий, есть на сайте проекта, также в нашем институте аккаунте, и мы недавно открыли телеграм-канал. Тоже ссылки все будут в чате. Саулия, вам слово. Да, спасибо большое, Евгения. Спасибо большое все, кто организовали эту замечательную инициативу, этот проект Integrity Project. На самом деле, группе компаний VION, Beeline Казахстану данная тематика очень близка. Мы тоже проповедуем такую ценность, как честность. Более того, мы стараемся ее постоянно прокачивать. Те, кто присоединяется к нашей компании, они должны принять эту ценность как свою ежедневную рутину, как самих себя, как часть ДНК. Поэтому мы очень рады поддержать данную инициативу и готовы тоже помогать вам, как будущим лидерам, как будущим серьезным бизнесменам, как успешным людям, развивать эту ценность и развивать ценности бизнеса. Поэтому сегодня мы к вам пришли с такой информативной, наверное, большей частью, как уже отметила Евгения. Именно хотели бы вам показать реальные ценности бизнеса, которыми руководствуются на сегодняшний день все бизнесы, причем на уровне мировых каких-то площадок бизнесовых. Хотим показать вам мировой тренд, ценности бизнеса. Еще раз, кто мы такие? Меня зовут Саули Ахмед Карым, я старший эксперт службы этики и комплайнс. Со мной моя коллега, она немножечко представит себя, чем занимается наша служба в компании Beeline Казахстан, возможно, как и во многих других компаниях службы этики и комплайнс. В первую очередь основной задачей нашей службы является обеспечение недопущения негативного влияния на репутацию компании. То есть это вот репутация как раз-таки и является основой стабильности бизнеса на сегодняшний день, как показывает нам жизнь, как показывает мировой тренд. И слово предоставляю Риза. Риза, пожалуйста. Да, добрый день. Я рада всех сегодня приветствовать. Меня зовут Риза Бедолина, эксперт службы этики и комплайнс. Много того, я персонально рада здесь присутствовать, потому что являюсь тоже выпускником Назарбаевского университета 2016 года. Второй поток мы, да, и заканчивала я по специальности экономика в School of Humanity and Social Sciences в то время. Сейчас я так понимаю, что это уже по-другому называется, да, некоторые школы слились, но я все-таки очень рада здесь оказаться, поделиться опытом, да, который у меня есть. Получилось набрать после того, как мы вышли за стены университета, вот, и как раз-таки поприветствовать, наверное, новых соискателей, да, будущих студентов, вот, как раз, ну, то есть, дать какие-то типсы, на что обращать внимание и вообще, как в дальнейшем, на чем основывается вообще свою, наверное, жизненную позицию, какую-то такую вот, если так можно сказать. То, да, можем дальше, да, наверное, двигаться? Да, следующий слайд. Да, первым делом вообще, ребята, да, наверное, если так можно будет к вам обращаться, к студентам, магистрам, школьникам, кто будет слушать этот вебинар сейчас и в записи, мне хотелось бы задать для вас вопрос, да, что такое ценность для вас, если есть возможность, вы можете здесь в чате прописать, да, а так в целом, да, то есть ценности бывают в основном материальные для кого-то, да, а для кого-то нематериальные. Для кого-то это может быть дом, квартира, машина, самолет, там, не знаю, красивая сумочка, да, или там, может быть, украшение какое-то в таком вот роде, а есть еще и нематериальные ценности, да, то есть это вот ваша жизненная позиция, какие-то, наверное, принципы, на которые вы обращаете внимание, когда принимаете какие-то, ну, жизненно важные решения, да, то есть или поступаете в каких-либо ситуациях, дома, на работе, в университете, да, то есть принимаете какое-то решение, в любом случае опираетесь на ваши ценности, то, как это у вас внутри отзывается, то, как это у вас сидит, и вы чувствуете, что правильно, что неправильно, да, то есть такого вот рода. И сейчас мы бы хотели проговорить о ценностях компании Билайн, да, то есть того картел с брендом Билайн на рынке Казахстана. Вот. Для нашей группы компаний есть пять основных ценностей, на котором основывается наш бизнес. Это клиентоориентированность, сотрудничество, инновационность, предпринимательство и честность. Эти пять основных столков всегда принимаются во внимание, когда делается какое-либо решение, то есть запускается какой-либо проект, принимается решение на уровне акционера, да, то есть вот эти вот какие-то моменты, они всегда имеют вес нашей компании, да, и не только у нас в Казахстане, да, группа компаний ВИОН, часть которой мы входим как Билайн Казахстан, да, у нее есть 10 операционных компаний в 10 странах. И вот эти вот пять ценностей, они распространяются на все операционные компании. Все, во всех 10 странах применяются вот эти вот ценности. Это то, как мы, как компания, ведем свой бизнес, на что мы обращаем внимание, да, то есть почему для нас это так важно, почему для нас важно быть честным, почему для нас важно быть клиентоориентированным, да, Почему мы за инновационность? Вот эти все ценности являются основополагающим фундаментом для того, чтобы мы могли строить свой бизнес дальше на рынках различных, не только в Казахстане, в России или в Армении, но и дальше расти. Помимо этого, это то, как мы принимаем решения. Это каждый сотрудник принимает решения, основываясь на наших ценностях. То, как туп-менеджмент компании принимает решения, то, как акционеры компании принимают решения. То есть это очень-очень важно. И ценность честность является одной из основных ценностей, которые мы, как служба этики compliance поддерживаем, поддерживаемся и поддерживаемся. И наши сотрудники, акционеры, топ-менеджмент все это пропагандируют. Это не просто какие-то слова, о которых просто сказали и забыли, или какие-то красивые фразочки, которые висят на билбордах при входе в лифт или при входе в здание. А это именно те понятия, те принципы, на которых мы строим свой бизнес. Если проговорить, допустим, это наши ценности, можем сейчас от этого перейти, наверное, к мировым трендам. И сейчас Оля подскажет вам, как это коррелируется, не только с нашими внутренними ценностями или внутри нашей компании, но как это еще коррелируется с мировыми трендами. Да, конечно, мы перейдем к мировым трендам. Я единственное хотела бы для вас разъяснить, что в конечном счете подразумевается понятие и самоценность как честность. Честность под честностью, на самом деле, подразумеваются такие обычные бытовые вещи, бытовые действия, как соблюдение норм и требований законодательства, каких-то правил, установленных для ведения бизнеса. Это открытость и прозрачность осуществления своего, ведения своего бизнеса. Это никоим образом не обманывать своего клиента и действительно исполнять перед клиентом те обязательства, которые приняла на себя компания. Выполнять все обязательства, которые компания на себя когда-либо приняла через договор или же через какие-то публичные заявления. Вот об этом и гласит вот эта ценность, в себе и содержит эту ценность как честность. Поэтому, по сути, на сегодняшний день, исходя из мирового тренда, честность – это некий гарант успеха, что если бизнес ведет честную игру, то, соответственно, ему есть доверие, и к нему будут тянуться люди. И если будет внимание и интерес к деятельности компании со стороны клиентов, инвесторов, лучших работников, возможно, и, естественно, как следствие, отсутствие интереса со стороны контролирующих органов, потому что все в компании хорошо, честно, прозрачно и законно, то это действительно гарант стабильности. А теперь давайте перейдем, ну вот, ну так быстренько пройдемся по мировому тренду. Мы выбрали для вас буквально примеры того, какие ценности есть в других компаниях. Наверное, это компании работодателей для многих из вас мечты, кто-то хочет попасть в эти компании в качестве работников, кто-то в будущем, возможно, будет сотрудничать с этими компаниями. Так вот, если вы пробежитесь по списку ценностей, которые заявлены в этих компаниях, у нас есть еще второй слайд для примера. Ну вот, на первом слайде у нас такие товарные знаки, как Adidas, Facebook, Nike, Coca-Cola, Google. На следующем слайде у нас Killogs Integrity, Accenture, Twitter, Starbucks Coffee, Procter & Gamble. То у каждой компании в списке ценностей обязательно предусмотрена такая ценность, как честность. Просто она немножечко преподносится в словах и фразах немножко по-другому, но в основном это все про одно и то же. Про честность, про открытость, про прозрачность, про законность. То есть кто-то призывает быть открытым, кто-то призывает делать исключительно только правильные вещи, кто-то призывает быть таким, какой он есть, то есть открытым, честным, без всякого обмана. Поэтому если вы посмотрите, то да, бренды, крупные производители, крупные бизнесмены, они акцентируют внимание, очень серьезно обращают внимание на такую ценность, как честность. Вот это показывает на сегодняшний день мировой тренд. Это действительно он есть. Если вы зайдете на сайт каждой из этих компаний, прочтете информацию о компании, то вы обязательно увидите, что да, компания проповедует честность и открытость, и прозрачность, и законность. Это компании гарантируют всем потребителям, абсолютно всех, кого мы сегодня упомянули. Но, к сожалению, многие компании, которые начали заявлять об этих ценностях, они пришли к этому просто так, да, вот, потому что посмотрели, поняли, что да, быть честным – это хорошо. Многие компании пришли, к сожалению, из такого плохого, так сказать, опыта, через кризис, через какие-то нарушения, и болезненно себе выстраивали вот эти вот списки ценностей, их внедряли, их развивали, их объявляли, заверяли всех заинтересованных лиц. Поэтому лучше на самом деле начинать с самого нуля, имеется в виду с самого начала стараться быть честным, выполнять любые действия, вести любые взаимоотношения с кем-либо, только на основе ценности, и проповедуя ценности, и показывая ценностью, ценность – честность, да, чтобы не было потом никаких сомнений, что вам нельзя доверять, и в будущем не было никакого сомнения о отношении вашей репутации. Вот теперь мы поговорим по поводу репутации. На самом деле честность, она в бизнесе будет присутствовать абсолютно везде, да, как уже мы проговорили, то есть, по сути, честность является основой бизнес-этики. Только, ребят, я прошу вас не путать бизнес-этику с бизнес-этикетом. То есть, это не про то, что вам нужно приходить вовремя, приходить в деловом костюме навстречу, обмениваться визитными карточками, или, там, отвечать сразу же на сообщения, письма ваших бизнес-партнеров. Или не носить в офис, там, шлепки и короткую юбку, да, ну, что-нибудь. То есть, этикет – это немножко про другое, а бизнес-этика – это как раз-таки про законы, про требования, про правила, и не соблюдая это, да, вот эти вот все правила и требования, вот это будет как следствие влияния на репутацию. То есть, один раз нарушив все, что-либо, да, какое-то требование, у вас может возникнуть проблема с вашей репутацией. А восстанавливать репутацию – это, знаете, такая очень дорогостоящее удовольствие, и многим компаниям приходится серьезно раскошелиться, чтобы и время какое-то выдержать, должно пройти какое-то время, чтобы восстановить свою репутацию. Вот на примере даже, если посмотреть сегодняшние ваши ситуации, вы являетесь студентами, учащимися, Назарбаев университет или Назарбаев интеллектуальная школа, вот у вас тоже есть в вашем учебном заведении правила, да, установленные правила, они либо где-то прописаны у вас, скорее всего, вы присоединились к ним через подписание какого-то договора, вам неоднократно, наверное, ваши преподаватели и администрация ваших учебных заведений проговаривают, что, ребята, пожалуйста, соблюдайте такие правила. Даже элементарно, когда вы пишете какие-то научные труды или работаете над каким-то научным проектом, вас просят также соблюдать определенные правила, а именно в первую очередь не заниматься плагиатством, компиляцией, то есть вкладывать в ваш труд только ваши собственные какие-то исследования, ваши выводы собственные. И вот как раз-таки вот этим делом, который был проговорен как плагиат, не заниматься, потому что на самом деле во взрослой жизни плагиат – это уже серьезное уголовное нарушение, за которое есть наказание определенное. Поэтому, наверное, уже нужно вам сейчас выполнять требования, если вы их, не дай бог, конечно, не соблюдаете. Если же будет какое-то нарушение, так же, как и в взрослой жизни, вам придется пересдавать что-то, вам придется тратить на это время, возможно, ночи не спать, нервничать. Но кому это нужно? И жизнь показывает нам, что на самом деле проще соблюдать установленные требования и правила, если они, конечно, прописаны. Да, если один раз получилось что-то не соблюсти, что-то не исполнить, возможно, оно сойдет с рук. Но в будущем обязательно где-нибудь что-нибудь вылезет, выплывет, и это будет на самом деле совсем нехорошо. И повлияет на вашу репутацию, и повлияет на ваше драгоценное время, которое на сегодняшний день, к сожалению, не хватает ни у кого. Поэтому, ребята, мы как будущие ваши коллеги, мы из своего жизненного опыта вам советуем, чтобы было у вас все хорошо, чтобы не было какого-то влияния на ваш персональный, нематериальный актив как репутация. Нужно это уже сейчас соблюдать. Тем более в этот мир глобализации, к сожалению, очень быстро становится явным то, что пытаешься скрыть, закрыть и постараться сделать как-то неузнаваемым, неопределяемым. Поэтому вот наш вам дружеский совет в рамках нашей сегодняшней встречи. И далее небольшая информация относительно того, с чем вы столкнетесь, когда начнете куда-то трудоустраиваться. Возможно, кто-то из вас уже прошел через эти процессы, и Ариза сейчас вам все пояснит. Да, благодарю, Саулья. Чтобы у вас было правильное понимание, если Саулья проговорила о репутации компаний на рынке, то есть, наверное, многие из вас пойдут работать в крупной международной компании, multinational corporations, и вы будете обращать внимание на то, как компания позиционирует себя на рынке. То есть, это как-то во внешне транслируется в мир. А вот на этом слайде мне бы хотелось поговорить о том, как это транслируется внутри компании. То есть, для самого начинающего первого кандидата, первая точка входа в компанию, то есть, когда мы начинаем понимать, какого мы сотрудника берем на работу. То есть, для нас, как для компаний, важно сохранить здоровую экосистему, понимать, что каждый работник, который у нас трудоустраивается, он понимает, пропускаясь через себя, и воспринимает правильные наши ценности. И для него это не просто такие-то слова, которые где-то кто-то что-то про них говорит, а что-то они означают, но для моей работы это неприменимо, я просто, допустим, айтишник, или я просто продавец, или я просто аудитор. Такого не бывает. Любая уважающая себя компания, она бережет свою репутацию не только на рынке, но и среди своих же коллег, среди своих работников. То есть, в любой такой компании важно чувствовать настроение внутри компании, и важно чувствовать то, что именно все сотрудники, которые пришли в компанию, они являются равными по духу и друг друга понимают. И первым делом, это когда к нам в компанию приходит кандидат, у нас есть такая процедура, как background check. Она, в принципе, стандартная для всех. Любая компания, которая нанимает сотрудников, она проводит такой вот первичный скринейк, background check, на то, там, будут заполнять какие-то анкеты, электронно, либо вручную заполняете, раскрываете о себе информацию. Допустим, если вы идете работать в государственные органы, либо какие-то правоохранительные органы, то есть такого рода анкета, она дает разрешение вот этим вот органам проверять не только вас, как индивидуума, но и всю вашу семью, то есть всю эту историю смотрит. То есть смотрит на репутацию не только вас, как человека, допустим, меня, как Ариза Бедолина, но и всей моей семьи, как Бедолина. Это первый этап. Если в рамках, допустим, background check, при заполнении анкеты вы какую-то информацию устроите, а она нам станет известна, у нас уже появится внутри вопрос, почему человек на вопрос ответил нет, допустим, у меня нет собственного бизнеса, да, а по факту это такая общедоступная информация, да, если зайти посмотреть какие-то госреестры, сразу становится понятно, что, допустим, на человека зарегистрировано то или ИП. И у нас станет вопрос не в связи с вашим ИП или то, да, а почему сотрудник не раскрыл эту информацию. То есть это уже говорит о том, что так, есть основа не доверять этому сотруднику, есть основа, что может быть все-таки отдать преференцию в сторону другого человека, который раскрыл эту информацию, полноценно рассказал нам, да, то есть этот момент, это очень, на это очень сильно обращают внимание. Пожалуйста, имейте в виду, да, то есть, когда будете проходить какие-то отборы, если вас просят заполнить какую-то анкету, достоверно раскрывайте информацию, чтобы сразу на входе ваш работодатель понимал, что вы открытый, честный человек, который заявляет все открыто, да, то есть, что у вас нечем скрывать. Помимо этого, если вот, допустим, вы проходите какие-то этапы интервью в различных компаниях, где-то вы сдаете какие-то асессменты, где-то вы проходите еще интервью с руководителем, с рекрутером, еще интервью, у нас в компании есть уникальный процесс, называется интервью по компетенциям. Это смотрит на то, насколько кандидат подходит нам по дому, именно по нашим ценностям. То есть, вне зависимости от того, какой вы золотой, суперкрутой, допустим, дата сайен, или же суперкрутой риск-менеджер, или же суперкрутой трежери спешлайс, да, то есть, неважно, вне зависимости от того, какие у вас награды, сертификаты, еще, возможно, какие-то, да, достижения, если вы не проходите это интервью, если мы понимаем, что для вас, там, вы только ориентированы на себя человек, да, или там, для вас приемлемо где-то там скрыть правду, где-то смухлевать, да, если так правильно сказать, и ради достижения цели, да, то есть, самое главное, я вижу результат, и я иду с тремя голову туда, да, то есть, мы понимаем, что человек для нас не подходящий, потому что у нас есть основная, один из основных принципов, это вот частность, да, и это, допустим, сотрудничество, да, коллаборейшн, и для нас очень важно, чтобы вместе в команде росли, да, что вот этот вот момент, он, человек не был такими индивидуалистами, думал только о себе, но и при этом он понимал, что есть командная задача, что он делает свой вклад в развитие не только себя, но и компании, но и проекта, то есть, вот этот вот момент, это очень важно. Вот на этом моменте я хочу заострить внимание, то есть, допустим, студенты обычно, я сама студентом была, да, ты думаешь, а, ничего страшного, я спешу сейчас, здесь в экзамене, это какой-то миттерн, подумаешь, на мой final grade это никак не повлияет, ну, подумаешь, там, чуть-чуть себе, там, три балла увеличу, или, там, три процента увеличу, да, тоже ничего страшного, все равно, я, там, буду работать, как-то там, за границей, да, я буду работать не на территории Казахстана, это никто не узнает, я там спешу, этот асаймон, тоже мне никто ничего не узнает, я, там, торгутин, каким-то образом, там, смогу его, обвести вокруг пальца, да, то есть, это такое, вы можете это сделать, всегда бывает какой-то кейс, когда проходит, да, то есть, все равно, там, допустим, машины какие-то, системы, они дорабатываются, обрабатываются, все равно есть, вероятность, что вы какой-то, может быть, уникальный образ придумаете, чтобы там сплевать, но вот именно на таких интервью, это, видите, они применяются такие психологические термины, психологические какие-то тулы, инструменты, которые вытаскивают из вас именно вот это ваше внутреннее состояние, если в рамках этого интервью, а вот человеку, который вас интервьюирует, команде, станет понятно, что для вас это приемлемо, то наша компания, допустим, для вас будет закрыта, вне зависимости от того, какой вы классный специалист или там суперкрутой эксперт и у вас там бешеный опыт, это все равно оно будет привлено и на это будет обращаться внимание. И третий этап, на который мы также обращаем внимание, помимо того, что мы знаем, что да, вот у нас есть на точке входа, да, есть определенный скриник наших вновь трудоустраиваемых сотрудников, есть понимание такого, как он-голи мониторинг. Это, допустим, окей, на вас приняли на работу, все вы чисты, все хорошо и вы там занимаетесь своей деятельностью. Но при этом, допустим, вы проработали в компании три года, увидели какой-то там, допустим, изъян в процессе, может быть, да, и такие решения, да, дай-ка я на этом наварюсь, допустим, или создали какое-то ИП, ИТО, и там параллельно оказывать одну и ту же услугу там двум разным компаниям, да, то есть вот этот вот момент тоже отслеживается, потому что мы, как компания защищаем себя от рисков, от внутренних и от внешних, да, поэтому всегда есть такое понимание, как он-голи мониторинг. Если, допустим, на первом двух этапах вам каким-то образом повезло, все равно оно может выявиться на третьем этапе, на четвертом этапе, да, то есть всегда есть понимание того, что компания бережет себя, своих сотрудников, свои активы, свою репутацию, поэтому вот эта вот честность, ценность честность, она проверяется, мониторится на постоянное слово. Вот это такой момент, на который, наверное, всем студентам, вне зависимости от того, четвертый курс бакалавриата или там второй, первый курс магистратуры или там докторантуру, необходимо обратить внимание, потому что в любом случае дальше вы пойдете работать на рынок, либо там будете создавать свои компании, и вам бы тоже, как, допустим, работодателю, хотелось, чтобы у вас работали честные, добросовестные ребята, команды, которые вас поддерживают по духу, которым вы можете доверять, на которых вы можете положиться, с которыми вместе вы будете расти и достигать определенных целей. На это нужно всегда прищать внимание. Да, конечно. Да. Да, можем перейти на следующий слайд, да. Да, Нин, просто хотелось отметить здесь, что даже не применяя эту схему к бизнесу, применяя, просто к обыденной бытовой жизни, вы тоже, если так подумаете, применяете, да, вот эту же механику, когда вы что-то выбираете, приобретаете, или хотите кого-то нанять себе, ну, там, нянечку какую-нибудь в будущем, да, или там преподавателя, который вас будет обучать, натаскивать вас по каким-то знаниям, вы тоже будете его проверять, этого кандидата, да, поспрашивать рекомендации, у кого-то советы, кто сталкивался с этим лицом или нет, вы тоже своего рода ежедневно по каким-то своим бытовым процессам проводите неосознанно этот background check, да, вы все равно проводите интервью, пытаетесь понять, не бросит ли вас в самый ответственный момент это лицо, не подведет ли этот человек вас в самый такой ответственный момент, в нужный момент, когда этот человек должен быть рядом с вами и помогать вам, как вы бы этого хотели, и, естественно, вы в процессе тоже неосознанно проводите по каким-то процессам какие-то ongoing мониторинги, да, то есть все это из жизни, это не просто какая-то схема, выдумка исключительно бизнесовая, это все можно также применить и каким-то жизненным процессом. И да, следующий слайд у нас очень интересная фраза, это то, что честность это действительно прибыльно, вы подумаете, а чего прибыльного-то, ну вот, быть честным и честным, на самом деле, если подумать, сколько вам обойдется несоблюдение данной ценности, несоблюдение требований законов, несоблюдение правил каких-то, то на самом деле по деньгам это достаточно дорогостоящее удовольствие, уже ранее мы отмечали, что действительно многие компании пришли к этой ценности через кризис, через какие-то провалы, да, бизнесовые, через штрафы достаточно серьезные, которые исчисляются в миллиардах долларов, и потом еще больше они вкладывали в то, чтобы развить у себя определенные контроли, развить вот эти вот ценности, привить эти ценности, на самом деле это и очень трудозатратно, это и затратно в деньгах, и затратно во времени, для бизнеса время это деньги, поэтому на самом деле с самого начала если вести любые дела, любой бизнес честно, любую свою деятельность честно, то это прибыльно, как я уже тоже отметила чуть ранее, даже если перенести на ваш пример, да, вы сейчас обучаетесь, если вы честно все сдаете вовремя, соблюдение всех установленных правил, то вы и экономите ваше время на что-то другое вы используете, вы экономите свои нервы, вы спокойно ночью спите, у вас все замечательно, хорошо, стабильно, или же если вы этого всего не делаете, соответственно, вы всего этого лишаетесь, и у вас очень много различных дополнительных затрат энергетических, монетарных, поэтому, как показала жизнь, честность, это действительно прибыльно, и вот на этом мы бы хотели на самом деле завершить нашу сегодняшнюю сессию информационную, и мы, естественно, благодарим еще раз за ваше внимание, за то, что вы нас пригласили, мы с удовольствием ответим на вопросы студентов, все, кто присоединился к нашему эфиру, возможно, онлайн, но какая у нас будет возможность, да, если у нас будет возможность сдавать ответы на комментарии на YouTube или еще на какой-нибудь платформе, мы, конечно, ее предоставим, эту обратную связь, мы всегда готовы делиться с коллегами по бизнесу, мы всегда готовы делиться с молодым поколением, который придет на смену нам, или, возможно, сейчас уже приходит к нам и показывает свои таланты, показывает свой профессионализм, потому что на самом деле для компании Beeline Казахстан, для Vion группы вот это вот транслирование в бизнес-среду во вне компании, это очень тоже значимое действие, очень важное действие, поэтому если вы нас еще раз пригласите на подобную сессию, мы, естественно, очень будем рады присоединиться, будем рады развить какие-то другие понятия, какие-то ценности, какую-то другую тематику, связанную с Integrity Project, с акобидемической ценностью, какими-то другими направлениями, с очень близкими к честности комплаенсу, поэтому мы будем очень рады еще раз присоединиться. Риза, есть что дополнить? Да, Савли, спасибо большое, наверное, на минуточку назад вернусь по поводу того, что честность это прибыльно, просто, если просто говорить, то честным быть проще всего, на самом деле, то есть не надо запоминать какие-то угловки, не надо запоминать, что ты когда чему-то сказал, то есть не надо переживать, а вдруг этот скажет кому-то, или а вдруг я тут там-то поймаюсь, а вдруг меня там испалят, то есть этот момент он проще, вам будет во-первых проще для себя, проще для окружающих, ну и как бы вашу память вы не будете засорять ненужной информацией, да, ну и плюс, как уже Савлия проговорила, спать будьте спокойны, менее стрессовая жизнь будет, вот, и самое главное, честно надо быть не только по отношению к окружающим, да, но и там или к работодателю, да, или к университету, или к друзьям, а именно по отношению к себе, с первым делом всегда нужно быть честным по отношению к себе, сколько ты как человек принимаешь решения, ты как студент допустим принимаешь решения, или ты как работник принимаешь решения, насколько это коррелирует с твоими внутренними ценностями, насколько это правильно в твоем понимании, да, и насколько это для тебя важно, или наоборот неважно, да, то есть всегда нужно быть первым делом с самим собой, вот, еще раз благодарю за внимание, да, спасибо, что нас пригласили, Евгения, спасибо вам большое за организацию, да, вам спасибо большое, Ариза и Сауле, вы знаете, то, что вы сейчас отметили, как во время презентации, так и, ну, больше уже такая часть, наверное, собственная о себе, это для нас очень близко, потому что на самом деле цель этого проекта заключается в том, чтобы мы говорили о принципе честности вот именно с точки зрения персональной, и потом, безусловно, плавно переводили это на профессиональный контекст, фактически это ведь та вещь, которую нельзя насильно внедрить, то есть либо вы верите в это, либо вы придерживаетесь этого принципа, самостоятельно принимаете решения, эти решения честны, как по отношению к себе, так по отношению к окружающим, либо этого не будет, вот фактически мы, наверное, возвращаемся к Канту, который говорил о принципе честной честности, то есть вы честны в тот момент никогда за вами наблюдают, никогда вы думаете о том, что будут какие-то негативные последствия, в том числе на законодательной основе, потому что это то, что близко вам. Я понимаю, что где-то может быть мы замахнулись на такие достаточно сложные философские вещи, но нам бы хотелось, чтобы мы начинали об этом не только говорить, а вот именно приглашали от студентов, от наших участников такие инициативы, которые вот как раз давали бы возможность и обсудить это, и в то же время, знаете, была площадка для действия. То есть не просто мы об этом говорим, но мы еще и поступаем согласно тем принципам, которые у нас есть. Сауле, вы сказали, мы безусловно вас пригласим еще и Ариза, потому что, во-первых, у нас по плану есть еще одна встреча, где мы как раз будем обсуждать такие практические кейсы. И вообще очень здорово, что вы в своей презентации как раз и дотронули вот эту тему связки репутационного риска и честности, потому что фактически во многом где-то, наверное, наши участники может быть думают о том, что вот находясь сейчас в Академии, вопросы честности заканчиваются, потому что, например, в Академии есть конкретный такой фрейм. Если вы нарушили читинг, плагиат, компиляции и так далее, то есть там санкции разных типов. Но фактически, когда вы выходите за пределы Академии, вы говорили о том, что те санкции, последствия, которые могут произойти и случиться, они намного, во-первых, они дороже обходятся, безусловно, но и они во многом где-то могут поставить крест на очень длительной карьере, которую вы выстраивали. Для меня, например, это случаи, например, той же самой королевской семьи и все, что сейчас там происходит. Случаи, например, с тем же самым Биллом Гейтсом, то есть человек, который, во-первых, выстраивал профессиональную карьеру, посвящал огромное количество времени и финансов благотворительности, но его знакомство с определенными людьми, у которых нет репутации честных людей, во многом поставило крест как на его карьере, так и на его семейной жизни. Поэтому это абсолютно такие, наверное, практические вещи, о которых мы, кстати, хотели бы тоже говорить. Проект это и академические, и профессиональные вещи, каким образом это работает или наоборот не работает. Поэтому вам большое спасибо. Я на самом деле об этом еще говорила, потому что, во-первых, я очень рада, что у нас очень большой круг сегодня участников. у нас была небольшая возможность поговорить. Во-первых, это не, по-видимому, далеко не студенты на Забаев университета. Во-вторых, это, я была очень приятно удивлена, что у нас есть докторанты, потому что для нас этот уровень вовлеченности тоже очень важен. и вот сейчас, может быть, есть вопросы, на которые, я уверена, Ариза и Саули с удовольствием ответят. Саулина, можно, наверное, отличить демонстрацию экрана, когда мы можем друг друга видеть. Да, конечно. Коллеги, как будет удобно, в том числе я коллег называю наших участников, возможно, через чат можете написать, можете задавать вопросы, если это удобнее. Наоборот, легче, наверное, воспринимать вопросы. Добрый день. Хочу вас представиться. Меня зовут Сталпакова Майдори, я господинка по курсу ЕНУ, как я уже в начале говорила, Евгений, у меня диссертация называется «Корпоративная кондиционерность будущих педагогов», и я была очень заинтересована этой лекцией, спасибо огромное за вашу лекцию, за информативность вашей презентации. Хотелось бы еще наполнить ту информацию про честность. На днях я читала статью, когда в 2013 году был судебный иск на честность компании Red Bull, когда мужчина покупал в течение 10 лет получаются вот эти вот коктейли Red Bull, и в риске сказал, что его никак не окрылило и ничего не помогло. На самом деле, да, это означает, что любая компания, любое учреждение, которое имеет в себе ценность, честность, имеет большой плюс и пререгативу, скажем так. Спасибо огромное. У меня вопрос по вашей презентации. Вы указывали интервью по компетентности, так как вы уже знаете, что у меня тема диссертации компетентности. Я бы хотела узнать, где можно получить образец, либо какие-либо информации по оформлению этого интервью, или есть ли информация в общем доступе. Спасибо огромное. Да, Мальдер, спасибо вам большое за такой вопрос. Нам очень приятно, что мы вам помогли, какую-то информацию предоставили. Но, к сожалению, интервью по компетенциям это уникальная программа, которая разработана нашими коллегами с HR совместно с внешними экспертами. И вот этот интервью щит, или матрицу оценков того, как по этим компетенциям оценивается кандидат и тому подобное в общем доступе наверное нет. Есть какие-то аналогичные может быть, если вы в научных работах, рекрутинговых агентствах или в журналах поищите. Возможно есть, но интервью по компетенциям это наша уникальная разработка, поэтому здесь в общем доступе к движению вы получите с можете. Спасибо вам. Я понимаю, что, конечно, Билайн не является учебным заведением, так как у меня предмет и объект изучения это учебный процесс, но все-таки спасибо огромное за ту информацию, которую вы предоставили. Вольдер, вам спасибо за вопрос. Нам, конечно, очень льстит, что вы наш небольшой тренинг назвали лекцией, немножко себя так подбодрили. Спасибо в любом случае. К сожалению, некоторые моменты компания с некоторыми инструментами не делится, потому что это является нематериальным активом компании. Понимаете, авторское право, смежные права это достаточно серьезные вещи, которые вкладываются деньги, но я думаю, что в будущем может быть в процессе каких-то встреч с коллегами из HR вы можете позадавать какие-то им вопросы, может быть, они вас направят, какие-то наводки вам дадут. Я думаю, что сегодня информацию получить не так уж и сложно. Естественно, мы не можем вам выложить в том виде, в котором у нас есть, используется по указанным причинам. Но в любом случае, спасибо вам за ваш интерес, спасибо за ваш вопрос. Молдер, я вас хотела бы пригласить на серию информационных сессий от нашего партнера рекрутинговой компании Анкор, где мы, кстати, будем говорить о принципе честности во время рекрутингового процесса, то есть фактически во время найма персонала. Я думаю, что какие-то определенные принципы, они могут тоже вам раскрыть, которые возможно в вашей докторской работе вам помогут. Мы встретимся 29 сентября. Следите за нашим календарем мероприятия. Хорошо, спасибо огромное. У нас еще тут комментарий есть, тоже поблагодарили, прям у нас среди докторантов эта тема по-видимому очень популярная, сказали спасибо, интересная тема LTFAT. Тоже делится обратной связью Даяна Олимбаева, студентка 4 курса Сулейман-Земир университета. Семена пришелся для меня крайне полезным, спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо вам большое за ваш интерес, нам очень приятно видеть, слышать, что действительно интерес есть, этот интерес живой и правильный, в общем все мы находимся в правильном направлении, что мы об этом открыто говорим, что мы это обсуждаем, потому что многие в нашем обществе пока еще сильно не раскачана эта тема открыто свободно проговаривать темы по тематику по честности, по интегрити, по открытости, прозрачность. Очень приятно видеть, что и Назарбаев университет начал это все обсуждать и мы готовы, мы начали обсуждать эту тематику открыто на широкую публику на территории РК где-то года два назад. Мы заявили о том, что мы готовы сотрудничать со всеми, кому эта тематика интересна. Естественно, мы сотрудничаем со многими государственными органами с бизнесом Казахстана. Вы можете обратиться к нам и мы обязательно пообщаемся с вами на эту замечательную тему и, возможно, где-то обменяемся какими-то лайфхаками, какими-то наблюдениями в этом направлении. Поэтому спасибо большое. У нас есть еще и представители университета Сулейман Дамирель. Да, это очень классно. Ребят, мы пришли на самом деле вас не пугать, не запугивать, мы пришли как друзья, мы пришли вам показать, что есть действительно сейчас в реалиях, в бизнесовых реалиях, на что обращают внимание инвесторы, владельцы бизнеса. вы завтра тоже будете или есть уже, являетесь на пути, находитесь лидерства, на пути открытия, раскрутки какого-то бизнеса, вас эта тематика будет трогать однозначно, вы будете постоянно думать, как сделать так, чтобы было все по-честному, было все по-прозрачному, поэтому пожалуйста, если мы вам смогли сегодня как-то вас настроить в направлении какой-то правильный вам вектор какой-то задать, то мы очень счастливы. Тем не менее, мы не прощаемся, мы еще увидимся, да, и если у участников будут вопросы, которые могут созреть немного позже, вы можете тогда отправить на почтовый ящик Integrity собачка NU еду KZ, я обязательно Сауле и Аризе их переправлю. Мы будем рады почитать их ответить. Мы будем рады, да, конечно, ответить на ваши вопросы. Тогда если у нас вопросов, насколько я понимаю, нет, в чате тоже поблагодарили, тогда я думаю, нам, наверное, уже можно будет прощаться, и мы с вами будем оставаться на связи. Спасибо большое за, фактически сегодня мы получили зеленый свет. Если честно, Евгения, я хотела вас поблагодарить тоже, что, во-первых, пригласили нас, да, мы с вами это так уже однократно, наверное, отрабатывали этот весь процесс, и мы рады, что мы, наверное, как, как сказать, флагманы, наверное, первыми открыли эту серию вебинаров, нам очень приятно, ну, и, в любом случае, остаемся на связи, да, до скорой встречи. До скорой встречи. Спасибо большое. Спасибо взаимно. До свидания. До встречи. Всем хорошего дня.